Всем привет! Сегодня мы запускаем серию выпусков о Пушкинском театре ДВФУ. Это будет захватывающее путешествие в мир искусства и творчества. И начнем мы с вами с истории. В этом выпуске мы расскажем о развитии театра, начиная с зарождения идеи о его создании и заканчивая реализуемыми проектами на сегодняшний день. Для этого мы обратились за помощью к директору Пушкинского театра ДВФУ Вовненко Александру Ивановичу, который, как никто другой, может рассказать обо всем, что было с этим местом. Поехали! Это случилось в далеком 1884 году. Стало быть, городу Владивостоку было всего лишь 24 года. Некто Ярилов, мы даже не знаем его имени и отчества, не знаем, чем он занимался, но, очевидно, он был коммерсантом. Вышел с инициативой о создании во Владивостоке собрания приказчиков, конторщиков и коммерсантов города. Собрание конторщиков, приказчиков и коммерсантов – это клубная организация, в которую входили по признаку родозанятия. Предполагалось, что служащие торговых организаций должны иметь возможность посещать культурное учреждение, чтобы общаться и взаимодействовать друг с другом, смотреть спектакли и слушать концерты. Такие институции в Российской империи существовали, их было немало в разных крупных торговых городах в том числе. И надо сказать, что далеко не сразу жители Владивостока, предприниматели, администрация позитивно отреагировали на эту идею, не сразу ее, я бы сказал, оценили. И лишь спустя пять лет был создан устав собрания приказчиков, конторщиков и коммерсантов города Владивостока, подписан и выкуплен вот этот вот участок земли, на котором сегодня находится наше здание. И в 1908 году, стало быть, 115 лет назад, вот как раз в ноябрьские числа, это здание открылось, в котором мы с вами сегодня сидим, в котором мы с вами сегодня находимся. Газеты городские писали, что, наконец-то, город Априол, учреждение культуры, организованное по последнему слову техники, и это, конечно, большое для города приобретение, потому что, действительно, интерьер, текстиль, музыкальные инструменты, мебель, все это было приобретено за границей, все это было невероятно изысканно, и, конечно, для маленького тогда, еще молодого, провинциального в какой-то степени города, это было событием. Это моя такая точка зрения, что это не театр имени Пушкина, это театр пушкинский, это его историческое название, вообще, юридически его историческое название, собрание приказчиков, конторщиков и коммерсантов, а это название, как я его для себя определяю, это название такое территориальное. Где? На Пушкинской. Какой? Пушкинский. Любовь, память к Александру Сергеевичу, восторг его творчеством. Они, конечно, переполняют, или следует, чтобы они переполняли сердца россиян, но Александр Сергеевич не был в городе Владивостоке. Он физически никакого отношения к этому зданию не имеет. Мы его любим, мы его чтим. Да, улицу назвали то ли к 50-летию со дня смерти поэта, то ли к 100-летию со дня рождения поэта, здесь источники расходятся, но театр не называли имени Пушкина. Театр называли Пушкинский. Вот эту реплику, ее не надо расценивать, как мое какое-то отдаление или желание отдалиться от Александра Сергеевича, это мое желание быть объективным. После революции, на долгие годы, в этом здании разместилось такое клубное учреждение Дом культуры моряков. Море, как я говорю всегда во время экскурсий, это такое градообразующее предприятие во Владивостоке. И поэтому огромное количество людей, работающих в море, в порту, они имели по замыслу, должны были иметь пространство, в котором занимались хореографией, чтением, фото, мастерством. Помимо всего этого, в Доме культуры моряков был кружок кройки и шитья, драматическая студия, библиотека, первый джазовый ансамбль, оркестр народных инструментов и многое другое. И эта организация просуществовала довольно долго, практически 50 лет. Потом она переехала в новое здание, на Игершелье, в дом, который сегодня называется Кеско-Холк. А этот дом был заброшен, он остался абсолютно никому не нужный. Обрушилась кровля, затопилось, затопило первый этаж, на крыше проросли деревья, и вообще здание выглядело совершенно ужасно. В центре города на протяжении практически 15 лет оно вот так вот стояло, такой огромной руиной. Пока ректор Дальневосточного Государственного Технического Университета Геннадий Петрович Турмов не принял на себя обязательства по восстановлению этого здания. В то время Дальневосточный Политехнический Университет, положивший начало современному ДВФУ, располагался прямо напротив разрушенного здания театра. И тогда ректор Дальневосточного Государственного Технического Университета Геннадий Петрович Турмов принял решение по восстановлению этого здания. Идея Турмова была очень светлая, что создается такой кампус в центре города. Вот есть один корпус на Пушкинской 10, вот есть другой корпус, ведь Политехнический Университет был единственным университетом в Советском Союзе, корпуса которого были соединены к фуникулерам. Студенты переходили из корпуса А в корпус Б, сейчас это здание разрушено, на его месте воздвигается новый музей на театральный комплекс, а раньше там были студенты, и они во время перемен перемещались на фуникулер. А посередине должен был быть Пушкинский театр, как такой культурный центр этого самого большого, довольно большого университета. Но когда было принято решение о слиянии вузов и создании федерального университета, то вместе с политехниками в структуру федерального университета прошел и Пушкинский театр. Не совсем было понятно, что делать с этой инфраструктурой, которая остается в городе, как ее использовать, потому что есть же кампус, и вся жизнь университета в кампусе. И тогда возникла идея у нынешнего ректора высшей школы экономики Никиты Юрьевича Анисимова возникла идея о том, чтобы сделать Пушкинский театр таким культурным центром, витриной Дальневосточного федерального университета, который мог бы соединять университет и городское сообщество, который мог бы реализовывать разные просветительские проекты, рассказывая жителям города об истории университета, об истории города. И вот в этой парадигме мы работаем последние четыре года. Есть некие традиции, новые традиции, которые команда интегрировала в нашу работу. проекты, это проект, который родился в известной степени спонтанно, но у него есть очень хорошая, как мне представляется, траектория. Это проект, который называется «Владивосток. Ожившая история». Это проект театральных постановок и музейных выставок о разных выдающихся деятелях истории нашего края. спектакль. Уже мы сделали три спектакля. спектакль «Байопик» о Владимире Клавдивиче Арсеньеве. И есть спектакль, который называется «Михаил Янковский. Легенда и наследие». Мы планируем этот проект продолжать и ставить новые спектакли. Мы видим, что это востребовано горожанами, это горожанами принимается очень с большим любопытством и люди таким образом постигают историю Приморского края Владивостока. Я думаю, что в скорости мы поймем судьбу этого проекта и я думаю, что мы сможем сделать еще три спектакля. Вторая добрая традиция, которую мы реализуем здесь, это выставки, разные выставки художественные, фотографические, музейные. Для нас это тоже важно, потому что мы стремимся позиционировать это пространство с разных сторон, с разных ракурсов и показывать его много профильности, много функциональности. Добрые традиции, очевидно, стали экскурсии для горожан, бесплатные экскурсии для горожан и для студентов, приуроченные к дню рождения университета. Все это наполняет, я думаю, городское пространство, нашу жизнь определенным смыслом, смыслом, согласно которому мы ответственны за это здание. Мы же работаем в памятнике культуры и это особое впечатление. я думаю, что мои коллеги это на себе ощущают. Мы честно вкладываем в это душу, разум и свой профессионализм. Не халтуря ни разу. Уважаемые друзья, я думаю, что сегодня стараниями моих юных коллег вы узнаете чуть больше об истории Владивостока, об истории Пушкинского театра. И мне бы очень хотелось, чтобы вас это самих к чему-то доброму и светлому побудило. Потому что и долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лирой пробуждал, что в свой жестокий век вославил я свободу и милость падшим призвану. А на этом наш первый выпуск подходит к концу. Спасибо за просмотр и до встречи через неделю. подожди. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...